Хорошо здесь кладут еще и тыкву. Тыква вообще замечательный продукт. Так, так, так. Ну, ташкентский плов вот немножко такой. Там более мягкий рис. Там тоже есть желтая морковь? И вот только желтая. Традиционно в плове используют только желтую морковь. Красная, она сладковатая. Она не совсем для плова. Хотя вот так вот. Есть сок, допустим, из нее. Хорошо. А какой плов более сладкий? По сладости я даю. Наш или их? Вот консистенция разная. Вид немножко другой. Ну и вкус тоже меняется. Я как-то попал в Туркмению, не был в Туркмении. Нет, еще нет. Отказ получил я уже, кстати. Не пустили даже уже. По плову рассказываю про туркменский плов. Как-то я попал к своему однокашнику в Ашхабад. А у него дед его жены курд. Из курдов. Там часть курдов живет со стороны Туркмении. Часть на той стороне. Я хорошо знаком с курдами. Ближе к делу, пожалуйста. Она часть здесь. И вот у деда родился первый внук. По этому поводу дед закатил праздник. Ну, меня пригласили на это дело. Сидим пока это был май месяц. Так еще листва, такая не очень вдохненькая. Придгорье там было. Там у них есть это. И готовится. Что-то готовится. Стоят казаны. Примерно литров. Наверное, на 60-50. Вот такого объема. Несколько казанов. Ну, народу было много. Примерно четверть, наверное, казана. Чуть больше. Треть, может быть. Бульон. Видно, я заглянул. Любопытно же. Другая культура. Там плавают кусочки мяса, морковь, лук. Это все. Ну, думаю, наверное, готовят супчики. Потом, смотрю, понесли такие большие чашки промытого риса. Бумц одну чашку. Бумц вторую. Думаю, что-то для супчика многовато. Третью чашку туда закинули. Я думаю, ну, это вообще неизвестно что. Засыпалось это. Ну, так вот осталось отверху. Засыпалось, закрылось крышкой. Я хожу и голову ломаю. Как бы спросить. Ну, скажет, идет. Не сама. Ну, не спрашиваю. Думаю, сам допру. Думаю, что-то непонятно что будет. Какая-то кашельная. Что-то может быть такое вот. Например, такая деревянная крышка. Как щит собрана. Открывает крышку. Шумовкой сверху похлопал. Сверху такая как бы корочка уже жестковатого такого риса. А внутри пошла волна такая. Видно, что там еще жидко. Бурлит. Да, в конце концов приготовили более-менее нормальный плов. Да. Я удивился. То есть они его не перемешивали получается, да? Так у нас все там перемешалось. Так она в воде готовилась. У нас заливает. У нас засыпает все. А потом потихонечку наливает воду. Угу. У вас? Да. Вода где-то сантиметра полтора выше уровня мяса. Так. А у них? А у них это все в бульон засыпается рис. Ага. Все, я понял. У них обжаривается мясо. Угу. Потом заливается туда вода. Получается бульон. И туда засыпается рис. Да. Ну, это вообще небо и земля. Совершенно разная, другая технология. Угу. Ну, более-менее так. Ну, вкусно получилось. Ну, нормально вполне. По вкусу примерно похоже, да? Да, что там? Нет, другое по вкусу. Ну, они так готовят. Чай, кстати, кипятят. Примерно вот такой высоты двухлитровый, примерно, по объему. Такой вот конусный, медный или латунный чайник. Очень узенькое горлышко. Это вы про тукмену говорите? Про тукмену. Так. Костер прогорел. Да. Он ставит серединку, засыпает углями. Достаточно быстро, через там 3-4-5 минут. Смотрю, пошли эти пузыри. Угу. Она закипела. Я говорю, надо снять. Потому что здесь традиционно чай заваривается при первых пузырьках. Да. Как только пузырьки пошли. Мутно-белый, по-моему, кипяток. Это так и называется. Могу ошибиться. Китайцы, кстати, 30 видов его различают в кипятках. Угу. Вот этот мутно-белый такой вот кипяток, это самый вкусный чай, получается, зеленый. Заваренный здесь. Здесь, с ней водой. А там, я говорю... Пузырьки барботируют, называется. Первое пробулькивание. Да. А там я батырил в своем однокласснике. Батыр, уже закипел ты водой? Нет, говорит. У нас, говорит, не так. У нас оно должно покипеть, побулькать, чтобы весь воздух из воды вышел. Тоже вот совсем другая проблема. Заваривают чай, пьют черный, и наливают в пиалушку склей, как говорят на украине. Так, чтобы краблики пускать можно было, да? Да. По самим винтям, по самым верхним, да? Да. Значит... Продолжаем. В чайнике там есть что-то? Уже нет. Наливайте этот чай. Значит, традиционно в Самарканде пьют чай, ну, максимум вот столько в пиалу наливаю. В Самарканде? В Самарканде. Так. Зеленый чай. Значит, почему? Во-первых, держать удобно. Да. Пиалушка держится, значит, вот у нее здесь буртик такой толстенький. У вас это пиала или кисушка? Пиала. Пиала. Коса это крупная, это большая пиала для первых блюд. Ага. В Казахстане это кисушка, большая. Да. Значит, здесь вот есть буртик, он холодный всегда. И край тоже холодный. Так что, ручка здесь не обязательно абсолютно. Да. Он держится совершенно спокойно и держится. Даже если очень горячий. Даже кипяток. Угу. Почему его стоит? Во-первых, он быстрее остывает до той температуры, которую удобно пить. Так, да. Почему неудобно из бокала? Вот ждешь, пока он, допустим, остыл у тебя до 50-60 градусов, когда его будешь пить не обжигаясь. Угу. Ну, ты сразу весь бокал не выпиваешь. Угу. Пока ты доходишь до нижней трети, допустим, он уже холодный. Угу. Угу. Уже неудобно. А здесь вот. Окей. Я уже понял Вас. К туркменскому. Возвращаемся к туркменскому. Туркменское. Они наливают. У них традиция наливать вот прямо вот так вот с клеем. Угу. И почему-то им это дело нравится. Пиала немножко другие, побольше, покрупнее, края немножко другие. Ну, вот так вот. Может это у курдов такая традиция, я не знаю. Угу. Вот такая. То есть то были туркменские курды. Да. Даже в чаепитии как бы очень сильно отличается это дело. У сашкенте пьют черный чай. Допустим, на севере вот в Каракалпаке, у них больше влияние казахское. Они пьют черный чай с молоком. Вот такая штука. Особенно по утрам они это делают. Считают, что да, это вкусно. Например, это испортить чай. По-моему, это вкусно. Ну и буры тоже с маслом же пьют. С маслом там. Кто-то вот с молоком. Ну, это уже еда. Еще и соленые иногда его делают. Организм же пока не нагреет до температуры клетки. Он ее в клетку не засну. Угу. А потеря воды здесь достаточно приличная. Потому что жарко, потеешь и лучше не хочешь, воду теряешь. Так вот, традиционно здесь начинает сначала пить чай. Пришел хоть в гости там или, допустим, на какое-то праздничное мероприятие или даже в столовую. Тебе сначала принесут чай, лепешку и вот ты чайник чая должен выпить. Ну, как бы так, традиционно. Выпиваешь сначала чай на пустой желудок. Это дело у тебя... Почему чай? Потому что вода здесь... Ну, здесь как бы... Здесь воду можно пить из-под крана. Раз? Сейчас да. Сейчас. Допустим, сто лет назад это было уже проблемно. Потому что была и холера, был и тиф. Ну, всякое разное и... Ну, сейчас по всему Узбекистану можно пить из-под крана. Абсолютно везде. Все разные на вкус. В Самарканде... Но удобоваримая, скажем так. Из лучших, да. В Ташкенте лучше пить бутилированную воду. Либо ее фильтровать. Ну, там ее очищают, очищается хорошо. Санитарная служба за этим следит достаточно. Это не вопрос. Я говорю, традиционно вот узбеки, допустим, таджики, вот местное население, да? Угу. Оно пришло к тому, что надо пить кипяченый чай. Чай натощак. За 300 лет, наверное, за 500 лет до того, как пришла туда западная медицина. К этой технологии. Да. Они уже пили. И уже знали в этом деле толк. Поэтому... То есть перед едой они пьют чай? Потому что воды теряется много. И ее надо восполнить в организме. Все, я понял. Можно вопрос? Давай. Почему ваши замечательные узбеки пьют водку из таких вот кисушек? Из вот таких вот чашечек? Ну... Да. Во-первых, это как бы так посуда привычная. Да. Да. То есть они привыкли к таким рюмкам, да? Скажем так. Нет, их вопрос. Рюмка как дизайн их не впечатляет. Угу. Это славяне пьют с рюмок, да? С славяне, да. Еще с граненной рюмочки, с коротенькой ножкой. Мне это все хорошо знакомо. Да. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Здесь это как бы дань культуре и традиции. Плюс еще один. Вот здесь такая посуда у вас. Да. Это наши. Американские либо европейские стандарты. Плюс еще один есть нюанс. Да. Ну вот в союзные времена не во всех как бы столовых, чайхранах разрешалось пить водку. Угу. Но всегда была заначка. Угу. Угу. Бармена там, увечив. И чтобы замаскировать этот процесс, они пили с вот таких вот чашек, да? Так называлось чайники. Есть даже сделали маленькие такие пиалочки. Угу. Это дело разносилось. Даже термин есть. Скажите, как какой-то чой. О на О чай. Ок чай. Ок чай, да? Ок это белый. белый чай, то есть водка. Аааааааааааа, понятно. Вот. Павел? Як дело разносилось. Стоит чайничек. Все нормально приличные люди сидят. Мужики как правило. У нас компания обычно разделяется. Мужчины с женщинами это большая редкость. Даже сейчас все разделенные сидят. Все тоже как бы так. Ну. Ну. Ну если допустим с предприятия там или с фирмы люди пришли пообедать. Сейчас я буду задавать короткие вопросы. Будете давать короткие ответы. Договорились? Договорились. Сколько людей собирается на свадьбе? коротко до тех до сих пор до 500 до 600 есть по полторы тысяч ограничений нет есть ограничение официально уже есть уже 200 человек потолок да но не придерживается не придерживаться очень-то очень много родни все это основное я понял халяльные свадьбы бывают халяльные ну когда запретный алкоголь например в итоге от них не слышали даже нет как правило нет на поминках у нас не пьют на поминки собирается очень много народу как бы готовится поминальные блюда и не пьют алкоголь возле мечети если есть столовые чайханы чайханы алкоголь не продается это хорошо они сами считают что это неприлично это харам да пойти помолиться и не хорошо не то что это какой-то мусульманский запрет там тебе сейчас придушит нет абсолютно нет просто это нехорошо все я понял надо уважать веру это уважение к вере скорее всего так с этой точки зрения мне остается вас поблагодарить за замечательное очень интересно увлекательное интервью и попросить вас пригласить всех зрителей и нас в самарканд в узбекистан приезжайте в любое время года практически в любое время года здесь есть во первых что вкусненькое есть у нас очень разнообразная куда сходить можно вот сходить пещеры сходить и посмотреть и спортом заняться в том числе и парапланерном кстати тоже и скалолазание здесь рядом горы фанские так и альпинизм и скалолазание и горный туризм и экстремальный туризм и в пустыню можно сходить и порыбачить и в общем-то очень разнообразно и летом здесь очень много туристов да в жаркий период как правило спад вот весна осень это да при союзе самарканд был четвертым городом после москвы питера и киева по посещению иностранцев сейчас один я немного я говорю из туристов только один зимой нет летом вот они у нас вот на нашей базе останавливается традиционно перед выездом фан и туда здесь на пройтись по рынка закупить там какие-то продукты консервы и прочее прочее здесь на машины поехал фан и обратно по возврат по возвращению допустим здесь некоторые группы вот два года назад у нас большая была компания сборная урала можно вопрос простите сейчас я так понимаю вас опять унесет в сторону как у вас здесь с русским языком среди местного населения и с русскими школами русских школ осталось мало в общем то русский язык сейчас имеет статус язык национального меньшинства государственный язык один но при всем при том дело производства хочешь вести на русском не вопрос тебе никто ничего не скажет но есть уже нюансы появились такие что при обращении официальном там куда-то ты можешь написать все на русском но те кто работают туристической индустрии они владеют даже некоторые и английским да они вынуждены знать ну да плюс французский здесь традиционно французский в общем-то регион который давай что очень хорошо посещает и голландцы и французы да вы что да да это дело нравится особенно вот среди французов достаточно много экстремалов в этом году прошлом не нужно были веселые виды они приехали сюда притащили собой велики велики французы купили велосипеды в италии прилетели сюда здесь собрали велосипеды и покатили на помер отсюда красота такие ребята совершенно один из них должен был в китай уехать туда до пекина а второго киргизии заканчивается я приехал сюда через китай в общем то вот сейчас мототуризм кстати очень часто в этом году в прошлом году в прошлом сезоне были ребята один из норильска один из екатеринбурга и еще с того северного региона а монгол ралли сюда не приходит не было монгол ралли париж самаркан пекин а было ралли на легковушках грузовики были париж самарканд москва ну в общем у вас город весьма туристический напомните название хостела артуч спасибо вам большое спасибо спасибо вам огромное я сейчас попрощаюсь со зрителями друзья мы приезжайте вот сюда пожалуйста напоминаю вам можете раскрыть книжку показать немножко фотографии друзья не забудьте подписаться на этот канал вот эти пещеры можно здесь увидеть до подписаться на этот канал поставить лайк откомментировать хорошими словами нажать на колокольчик поделиться этим роликом с друзьями ну и конечно пройти вниз по ссылке в описании найти слово патреон и поддержать меня в моем крутосветное путешествие которое длится уже шестой год за годы нашего знакомства азия не изменилась отлично всем спасибо с вами был профессиональный путешественник трофарик и наш новый друг гид краевед павел спасибо вам спасибо